итак приступаем к с вами к выпечке яблочного пирога или как по-чешски называют яблочный калач по рецепту от чешского блогера делаю впервые вместе с вами поэтому посмотрим получится вкусно или нет что нам потребуется 700 грамм яблок очищенных лучше чем в шкурке но на ваше усмотрение 2 яйца дальше 70 90 грамм сахара или можете заменить каким-то другим сахар заменитель натуральный или синтетический на ваш выбор дальше щепотка соли требуется дальше 110 грамм муки тоже выбирайте на свое усмотрение какую пшеничную любите или чем-то другим заменить и 75 миллилитров молока потребуется нам и конечно ванилин и для выпечки порошок разрыхлитель масло нам здесь не требуется тогда я его убираю это у нас пойдет на другой пирог о нем будет следующее видео орехи здесь тоже в этом пироге не требуется убираем и приступаем с вами пирог должен быть очень легкий быстрый и говорят вкусный 2 3 яблока нам нужно с вами измельчить я использую такой вот измельчитель блендер у кого есть специальное средство специальный прибор для нарезки мелкими кубиками очень мелкими вы тоже можете использовать я увидела что в комментариях там к этому блогеру писала женщина 1 что она просто сама мелко нарезала то есть как вам удобней две третьих яблок измельчаем такая яблочная смесь у нас получилось 1 3 яблок осталось на украшение там смотрите сами как украшать можете что-то более оригинальное придумать и дальше делаем следующий этап разбиваем два яйца туда добавляем сахар взбиваем это все дальше щепотку соли и туда добавляем уже во взбитые яйца добавляем муку порошок для выпечки разрыхлитель так называемый и молоко что с вами и будем делать сейчас размешиваем хорошо чтобы сахар разошелся чтобы нигде не скрипел на зубах щепотку соли буквально чуть-чуть совсем теперь отмеряем муку с вами я еще не отмерила муки у нас требуется 110 грамм я взяла обычную пшеничную переборщить примерно столько и есть у нас добавляем муку давайте ее мы просеем хотя там не указано но лучше сделаем так так будет и пышнее и лучше и нам будет легче обычно вот эта кружка сеялка языке и ничего сверх естественного я думаю что в каждом доме есть у вас такая ну или обычная ситечка пересыпать нам еще с вами сюда нужно будет разрыхлитель сейчас добавить и немножко молока потом это все будем смешивать с нашими яблоками которые уже нарезали приготовили переборщил тесто не должно быть очень густым неудобно конечно что и съемка идет и нужно делать все и одной рукой сито одной рукой ну ничего надеюсь справимся с вами немножко намусорим но не страшно так я думаю хватит уже посмотрим сейчас еще ложку возьмем с вами все перемешаем две чайные ложки порошка для выпечки разрыхлителя даже три ложечки написано попробуем надеюсь вкус это нам не испортит как раз весь пакетик оставшийся у меня с прошлой выпечки и сейчас еще 75 миллилитров молока нам нужно с вами будет добавить и уже тесто чуть-чуть получше получится вы можете попробовать удвоить порцию если у вас семья например большая попробуйте сделать больше яблок больше муки давайте с вами молоко у меня комнатной температуры я его специально выставила заранее сейчас только нам нужно с вами отмерить 75 миллилитров совсем немножко давайте добавлять чтобы меньше мешать надо было сразу его добавить конечно читаем как делал блогер пробуем повторить вы за блогерами со мной в том числе сильно не повторяйте конечно бездумно тоже делайте как привыкли так ну что-то сильно жидко мы посмотрим я не знаю что получится будем с вами вместе сейчас пробовать но все писали что очень вкусно и выглядело у нее это тоже достаточно вкусно сейчас разойдется тесто как видите получается не очень много знаю насколько он поднимется три ложечки разрыхлителя мы положили с вами вот такое тесто получается должно быть у вас однородное без комочков хорошо размешайте еще немножко ванилина добавлю вот у меня с прошлой выпечки остался пакетик буквально чуть-чуть а сверху мы с вами потом посыпем корицей я обожаю вкус яблок с корицей муж у меня корицу вообще раньше не любил он даже тердельник не ест но вот недавно буквально я пекла шарлотку естественно посыпала все корицей он сказал какой вкусный пирог какой вкусный пирог и большинство пирога съел он поэтому знаете яблоки с корицей это всегда очень хорошая идея все сейчас будем с вами переливать форму ставим в духовку на 180 градусов как обычно для выпечки и где-то 35-45 минут посматриваем и запекаем формы у меня нет но есть вот такая посудина стеклянной из икеи я обычно пеку в ней покупала форму она у меня заржавела какая-то некачественная оказалась после буквально пары использований после мытья в посудомоечной машине она вся стала ржавой поэтому я до этого использовала эту форму и сейчас в итоге опять вернулась к ней давайте мы ее протрем маслом или маргарином немножко хотя бы и присыпем панировкой или манкой чтобы хорошо отошел наш тортик маслицем масло у меня видите уже подтаяло удобнее когда брусочком конечно я его просто для следующего пирога сегодня такой кулинарный яблочный эксперимент вам если все получится тоже расскажу со вторым пирогом так есть у меня такая вот панировочка можно тоже присыпать в чехии она продается готовая уже эти панировочные сухарики можно сделать самим конечно высушить какой-нибудь хлеб батон и измельчить в кофемолке блендере где угодно нужно побольше на самом деле сыпать но я обычно так выливаем наше тесто все тесто оно такое хорошее распределяется само и дальше мы сейчас должны с вами украсить яблоками нарезанными я вылила тесто получившееся сразу форму вот в этой форме я запекаю и сюда же мы добавляем наши яблоки здесь пойдет у меня все сразу здесь перемешаю чтобы мне в 100 посуде туда-сюда это все не переливать делайте по-своему конечно как вам привычней не знаю что получится много яблок мало теста но давайте давайте посмотрим что чешские жители готовят что едят очень это все интересно и я как раз планирую им угостить завтра чехов своих коллег по работе надеюсь им понравится на всякий случай я купила там кое-что в магазине сладости и вдруг они совсем не оценят мою выпечку но дело в том что у меня будут именины которые я никогда в жизни естественно не отмечала отмечаем мы только дни рождения но здесь в чехии принято это удивительный факт но страна атеистов неверующих да как большинстве пишут источников 70 процентов атеистов но тем не менее они очень так отмечают рождество пасху очень это семейные такие праздники торжественные для них и они отмечают именины день ангела поэтому каждый чех вот он на работу приносит два раза в год на свой день рождения и на свои именины что-то к столу чем-то чем угостить своих коллег вот что у нас получилось и теперь мы это с вами должны сверху украсить нарезанными яблочками посыпать корицей и отправлять в духовку украшаем верхушку нарезанными яблочками и сейчас отправится это все дело у нас попало от яблока отправится все это у нас в духовку не хватит наверно яблочко у нас есть многое благо сейчас сезон здесь в чехии вообще растут на улице где их даже не собирают они валяются никому не нужны и в магазинах сейчас цена на них подарок тоже конечно так с вами украсим это можно назвать украшением все отправляем в духовку как я уже сказала 180 градусов на 35 45 минут и потом под конец я обычно посыпаю корицей в самом конце как хотите можете сразу посыпать корицу я покупаю обычную кто-то покупает настоящую ее перемалывается настоятельно но у меня нет кофемолки поэтому я уже не заморачиваюсь обычную молотую покупаю и все вернее кофемолка у меня есть вот такая ручная красавица но не для корица давайте чтобы вы не забыли потому что духовку я уже снимать не смогу там будет пары просто телефон запотеет я посыпаю сейчас в этом пирог яблочный по рецепту чешского блогера